Добрый день, дорогие зрители! Сегодня мы с вами еще продолжаем праздновать великий двуносятый праздник преображения Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И в эти замечательные дни по празднеству этого великого торжества уместно будет, наверное, все-таки продолжить наши воспоминания этого священного и очень действительно значимого, великого просто, можно сказать, события. И как-то вот еще раз прикоснуться к каким-то таким вот обстоятельствам этого празднования. Вообще говоря, конечно, преображение – это один из таких, наверное, и очень таких красивых, и в то же время очень загадочных, можно даже сказать, таинственных праздников православной церкви. В самом установлении учреждений этого празднества, без сомнения, содержится некая такая вот загадка для нас с вами. Почему? Потому что если мы обратимся к, собственно, истории, евангельской истории того, что происходило вот в это время в жизни Господа нашего Иисуса Христа и его учеников, то мы увидим, что на самом деле празднование преображения должно было бы вот по такой какой-то логике обычной, человеческой, находиться в какой-то такой непосредственной связи с днями Великого Поста, с совершением памятных и великих дней Страстной Седмицы. Потому что в таком духовном отношении и в отношении последовательности событий вот то чудо преображения, которое было совершено спасителем перед тремя его избранными учениками, оно имело место буквально незадолго до того, как Господь исшел на свои крестные страдания. Преображение Господа совершилось буквально перед самым началом его последнего путешествия в Иерусалим. И можно сказать, что история Голгофы, горы Голгофы, начинается с горы Фавор. Именно на Фаворе, а перед этим еще на Ермоне, Господь начинает готовить своих учеников к неизбежности своих будущих страданий. За несколько дней до события преображения, за шесть или за восемь дней, Господь с учениками находится в городе Кесария Филиппова. Это самый-самый север и тогдашней землеобетованной из современного государства Израиль. Предгоре Ермона – это фактически начало горной гряды Ливана, где уже сходятся границы сейчас в настоящее время трех государств – Израиля, Сирии и Ливана. И за, собственно говоря, вершину Ермона, уже с вершины Ермона, или Хермона, как сейчас его чаще принято называть в современном Израиле, уже, в общем-то, простиралась территория языческая. А здесь еще была та часть, та четверть достояния Ирода Великого, которую он разделил между своими сыновьями-четвертовластниками. Здесь, у подножия Ермона, его сын Филипп построил город Кесарию Филиппову и сделал его столице своего собственного дела. Мы уже об этом как-то беседовали более подробно. Соответствующую беседу вы можете, если захотите, найти на канале «Экзегет» в каких-то там, может быть, архивных уже записях, поскольку она была записана уже некоторое время назад. Но вот уже здесь, у подножия Ермона, в его предгорьях, Господь начинает готовить своих учеников к его неминуемым страданиям, и в ответ на исповедание его Петром в качестве Христа, Сына Божия, он открывает им то, что ему надлежит пострадать в Иерусалиме от рук иудеев. И когда тот же горячий Петр начинает перечить ему, «Господи, да не будет с тобой такого», он говорит ему, «Иди за мною, сатано», то есть «Отойди от меня, сатана, потому что ты не думаешь о том, что Божие, но о том, что человеческое». Вот после этой столь грозной отповеди, тем не менее, Петр оказывается в числе избранных учеников Спасителя и поднимается вместе с ним на вершину горы Фавор, которая, конечно, намного ниже, чем Ермон. Ермон, он порядка двух тысяч метров над уровнем моря возвышается, в то время как Фаворская гора всего 588 метров. Надо сказать, правда, что в Евангелии, мы к этому еще вернемся, эта гора не называется по имени. И отождествление ее с горой Фавором произошло уже несколько позже. Но, тем не менее, по вот этой вот логике событий, Господь двигался с самого севера, с Ермона, пришел на Фавор, там преобразился перед своими учениками. Зачем он это сделал? Зачем он взял вот этих трех своих избранных учеников, Петра, Якова и Анна, и преобразился перед ними? Ну, конечно, тот ответ, который, безусловно, напрашивается сам собой, состоит в том, что именно этих трех учеников Господь пожелал в особенной мере укрепить перед теми событиями, которые должны были произойти буквально вот в каком-то таком ближайшем уже времени. Петер должен был, по словам Спасителя, в свое время обратиться и утвердить своих братьев в вере, как самый такой горячный, самый искренний, может быть, из всех апостолов. Иакову, старшему брату возлюбленного Иоанна, должно было первым из всех апостолов пострадать. Он первым принимает мученическую кончину уже буквально в 44-м или 45-м годах. А Иоанн, возлюбленный ученик Христов, являлся самым его, так сказать, приближенным, самым близким к нему, наверное, из всех учеников. Возлежал на его персиях во время Тайной вечеря. Единственный остался предстоять перед Крестом Христовым и единственный, кто пронес свое благовестие до глубокой, глубочайшей старости. И долгое время, спустя после ухода всех остальных апостолов, он продолжал быть таким живым преданием церкви, окормляя ее своей величайшей любовью. Источник, конечно, который был заложен в том числе и на горе Фавор, и святые апостолы сами впоследствии в своих посланиях свидетельствуют о необыкновенной важности, значимости для них, вот того опыта, который они получили вот в этом событии преображения Господня, в котором Господь дал, явил такую великую милость им принять участие, сделаться тенозрителями, свидетелями этого великого божественного чуда. Итак, Господь приглашает с собой учеников на вершину горы для того, чтобы, преобразившись перед ними, дать им такую великую благодать, которая поможет им впоследствии не только пережить тот ужас и то страдание голгофы, которого они тоже сделают со свидетелями и участниками, но еще и найти в себе силы, найти в себе веру, укрепить и всех остальных своих учеников. Можно сказать, что в ответ на веру Петра, которую тот получил из опыта и из своего такого вот наиболее, может быть, быстрого по сравнению со всеми остальными учениками, постижение того, кто есть Спаситель, его божественного, его превосходящего, обычное человечество, достоинства, которое совершил все-таки Петр больше умом, больше, так сказать, своим таким убеждением, здесь, на Фаворе, Господь ему открывает совершенно немыслимые, невероятные по своей глубине и широте горизонты. Он открывает ему свое нетленное, свое привечное, изначальное божество в озарении нетварным, то есть несозданным, божественным фаворским светом. Это тот опыт, который навсегда меняет вообще представление апостолов и, да, вслед за ними и всех христиан о личности Иисуса Христа. Отныне, еще до Его Светлого Воскресения, Господь Иисус Христос для них не просто пророк, не просто мессия, не просто какой-то выдающийся, одаренный человек, но, несомненно, Бог. Бог, облеченный вот тем сиянием славы, которую евреи знали под именем Шехины, а мы познаем под именем благодати и во внешнем выражении, в виде божественного, нетленного фаворского света. И поэтому, безусловно, кажется вполне логичным, чтобы празднование преображения находилось вот в какой-то более непосредственной близости к событиям Страстной Седмицы. Ведь если фавор должен был укрепить учеников перед Голгофой, и если по времени это событие отстояло от страстей христовых, ну, буквально на какие-то сравнительно считанные дни, на очень небольшое такое относительно по времени расстояние, то почему же сейчас между празднованием преображения и празднованием Страстной Седмицы и Пасхи проходит практически полгода. Это вот составляет такую определенную загадку этого праздника. Ответ на нее мы найдем, может быть, в том, что на самом деле празднование преображения имеет вневременной характер. То, что было открыто ученикам на фаворе, намного выше и больше, чем просто стремление Спасителя их укрепить перед голгофскими страданиями. Это опыт познания божества в виде вот этого нетварного света, света, который просвещает собою душу и тело каждого человека, грядущего в мир, становится вот такой вне временной основы вообще всей богослужебной, всей таинственной жизни православной церкви. Мы с вами постоянно вспоминаем этот свет в своих молитвах, в молитвах церковных, воспеваем его словами церковного песнопения «Свете тихий, святые славы» за каждым вечерним богослужением. В конце первого часа священник читает молитву Христе свете истинной, просвещая, освещая всякого человека, грядущего в мир. То есть этот свет, который был явлен Спасителем на фаворе, это тот самый свет, о котором говорит Спаситель. «Если свет, который в тебе тьма, то что же тогда тьма?» Это тот свет, который каждый христианин должен иметь, должен носить в себе, должен созерцать его в своем сердце, должен жить им непрестанно и постоянно, так же, как это было со святыми апостолами, которые носят этот свет фаворский, который то же самое, что и свет воскресения, в продолжении всей своей жизни, собственно, вся их проповедь, это проповедь этого божественного света, вселяющая этот самый свет в глубины душ их слушателей, прогоняя языческую, дьявольскую тьму всевозможных заблуждений, всевозможного греха человеческих душ. И в этом отношении празднование преображения, оно, будучи тесно связано с событиями Страстной Седмицы, тем не менее, каким-то вот таким удивительным образом является возможностью для нас прикоснуться вообще к жизни будущего века, к восьмому дню, к вечности, через приобщение, через общность с этим божественным светом. И вот, несмотря на всю эту удивительную высоту, которая содержится в событии, легшем в основу празднования преображения Господня, мы, читая Евангелие, встречаем здесь такие совершенно удивительные черты непридумности, непреукрашенности, такой невероятной какой-то искренности изложения того, что происходило на вершине вот этой вот горы преображения. Начиная со замечания святого апостола Марка о том, что одежды Христа сделались белыми, как снег. Это как бы вот уже воспоминания о снегах на вершине горы Ермона, которые ученики видели вот буквально совсем недавно, и которые сами по себе являлись диковиной для жителя Жаркой Палестины. На вершине Ермона это единственное место, где, ну, значительную часть года, большую часть лежит в снег, и где действительно можно увидеть такое чудо, как снег. Для палестинцев большая часть снег — это что-то совершенно такое невероятное. Вспоминается в этой связи одна арабская девочка, воспитанница православного приюта на Святой Земле, которая впервые оказалась в России, и при этом оказалась здесь в зимнюю пору. Она никак не могла понять, что это такое. А что это блестит? Спрашивала она, оглядываясь вокруг. Ну как что? Снег? А чем же его посыпали таким? Я понимаю, что это снег, но почему он так сверкает? Никогда не видя снега, не зная его вот этой особенности кристаллической структуры, она думала, что этот снег посыпан какими-то блестками, блестками, настолько в диковинку ей было видеть этот самый снег, вот в таком количестве, лежащий вокруг, да еще и сверкающий на солнце. Такого никогда не бывает в Палестине, поэтому Ермон является для ее жителей таким каким-то просто чудом света. если они поднимаются к вершине этой горы и видят вот эту ее заснеженную вершину, то для них, конечно, это такой опыт довольно исключительный в их жизни. Та же самая арабская девочка так была поражена сосульками, которые свисали, помнится, с крыши в России, что очень хотела показать какую-нибудь такую сосульку своим подругам и сказала, что обязательно ее привезет к себе в Палестину. На это ей возразили и сказали, ну, как же ты ее довезешь, она же у тебя растает. Я возьму ее рукавичками, сказала умная арабская девочка, уверенная, что это точно поможет ей как-то спрятать эту сосульку в какой-нибудь термос и в целости и сохранности довести до Палестины, чтобы показать своим подружкам это русское чудо. Но вот как бы мы не смеялись над этими вещами, а в восприятии жителей Ближнего Востока снег — это, конечно, какое-то такое чудо. И неудивительно, что одно чудо ставится в один ряд с другим, тем более, что по всей вероятности апостолы, может быть, даже впервые видели его вместе со спасителем, находясь в Кесарии Филипповой. Другая тоже совершенно замечательная черта, такая вот свидетельствующая глубокой историчности и непридуманности этого рассказа содержится в упоминании о том, что одежда спасителя, сделавшись белыми, как снег, стали такими белыми, чистыми, сияющими, приобрели такую белизну, которую белильщик на земле не может добиться при приготовлении тканей. И вот здесь, надо сказать, здесь тоже отсылка к такому весьма знакомому ученикам спасителя и всем его слушателям контекста. Дело в том, что жители Галилея, ну, помимо занятий рыбной ловли, которые посвящали себя большая часть апостолов, это как раз-таки была единственная область Святой Земли, где можно было выращивать лен и, соответственно, производить из него льняные ткани. Кроме того, конечно, вот эти вот холмы Галилея были очень удобны для того, чтобы разводить там овец, шерсть которых, естественно, тоже шла на приготовление тканей. И поэтому вот это ремесло, изготовление ткани, было вообще у евреев таким наследственным, было делом, в котором они вообще достигли такого очень большого преуспеяния, секреты этого мастерства передавались по наследству обработки ткани. И эта ткань сначала вымачивалась, потом расстилалась под жарким палестинским солнцем и таким образом в течение целого ряда таких операций приобретала особенную такую белизну. Евреи-белильщики, евреи-красильщики вообще всегда пользовались таким особенным спросом, как специалисты знатоки своего дела. Во времена крестоносцев, когда иудеям был запрещен доступ в Иерусалим, было запрещено там селиться, по разным свидетельствам в XII веке жил всего один еврей, ну или еще говорят о двух его учениках, который благодаря этому держал в Иерусалиме дом и мог принимать еврейских паломников. Так вот, такая привилегия была дана именно потому, что он был знаменитым красильщиком тканей, и в его услугах нуждалось все Иерусалимское королевство и вся его знать. То есть, вот это мастерство обработки тканей, их выбеливание, было для евреев таким делом, ну что ли, такой, своего рода, национальной гордостью. Поэтому они знали, когда говорили о том, что одежды спасителя были белее, чем может выбереть любой самый искусный еврейский белильщик. появление такой ассоциации в этом контексте, оно не случайно, но тоже дает нам такую очень важную историческую отсылку, которая свидетельствует о несомненной достоверности всего этого повествования. А как удивительно, искренне и неподдельно переданы чувства апостолов, когда они, пробудившись от своего сна, вдруг видят спасителя в этом преображенном виде, в какое совершенно детское состояние переживания вот этой благодати, этой радости приходят святые апостолы, и как это выражается, ну, в каком-то отношении даже смешной фразой Петра о том, что, Господи, как хорошо нам здесь с тобой быть, сотворим трясение тебе, ну, то есть тебе шалашик построим, Илье шалашик, Моисею шалашик, о себе он даже не вспоминает, он как-нибудь так, тут здесь под кусточком полежит, переночует, лишь бы, так сказать, видеть, лишь бы созерцать вот эту красоту, и не случайно евангелист добавляет такой уже рассудочный комментарий к этому высказанию Петра, не зная, что говорил, то есть Петр это говорит вот в каком-то таком порыве, детском порыве благодарного, радостного чувства, переживания вот этой великой благодати, которую по-другому он и не умел еще на тот момент выразить, будучи великим апостолом впоследствии, великим служителем слова, он не находит слов более сложных, более утонченных, и в то же время более искренних для того, чтобы выразить вот это свое чрезвычайно необыкновенное благодатное переживание, которое посещает его на горе Фавор, и глаз неба, он в каком-то смысле отрезвляет учеников, настраивает их на совершенно другой лад, переносит их от какой-то в каком-то отношении эгоистичной потребности сохранить, ну и понятной для каждого человека, сохранить навсегда вот эту радость свидетелями, которой они являются, перевести их вот к такому постижению глубины того божественного откровения, которое они сейчас переживают, говоря, что сей ему есть сын мой возлюбленный, того послушайте, слушайте то, что говорит вам Господь, то, что говорит вам Христос, его устами непосредственно возвещает истину сам Бог, для чего являются Илья Илья Моисей перед лицем святых апостолов, беседуя со Спасителем о том исходе, который ему предстоит, ну, конечно, не потому, что Спаситель сам чего-то не знал, он своей божественной силой вызвал Илью с небес Моисея Солона Авраама подземного для того, чтобы здесь они теперь перед лицом святых апостолов запечатлели непреложность, необходимость, божественную предрешенность вот этих событий, которые должны были произойти, ведь действительно, как были смущены впоследствии апостолов, даже имея все вот эти превосходящие ум уверения, когда Господь оказался схвачен иудеями, передан римлянами, бит, унижен, осужден, предан на распятие, положен во гроб, как могла пошатнуться их вера? И вот здесь два непреложных, два высочайших, два величайших для любого верующего иудея авторитета, один с небес, другой из-под земли, один величайший пророк, другой тот, кто произвестил, что пророка воздвигнет вам Господь из среды вашей, как и меня того слушайте, вот они говорят не спасителю на самом деле, а ему перед ним, но для святых апостолов открывают вот эту тайну его божественных страданий. И вот здесь, конечно, высота необычайная этого праздника, она находит свое вот такое удивительное просто отображение, свое удивительное такое переживание, которое становится достоянием церкви на все времена. и поэтому наверное столько и в Византии и на Руси было создано святых обителей, монастырей, которые были посвящены именно преображению Господа нашего Иисуса Христа, знаменитый монастырь преображения в Метеорах, в Греции, знаменитый русская Валаамская Преображенская обитель, Соловецкая Преображенская обитель, в эти дни совершающие свое престольное празднество, они не случайно вот появляются, потому что именно в первой очереди в среде иночества как такой вот избранной части христианства находят для себя такое вот пристанище учения о фаворском нетленном свете именно монахи становятся очевидцами и вслед за апостолами вновь и вновь переживают явление этого нетварного света в своих скромных келях очевидцем преподобных очевидцем этого света были многие великие преподобные которые повествуют о его явлении Семен Новый Богослов и святитель Григорий Палама который доказывал утверждал перед латиньянами совершенно уже утратившими подлинную подлинной традиции монашеской жизни традиции исихазма доказывал нетварный то есть несозданный характер происхождения вот того света который созерцают афонские иноки в своих сердцах и в своих келях преподобный Григорий Синаид преподобный Сергий который служил в огне и причащался им и многие многие другие до нашего времени вот старец Сафроний Сахаров автор книги о старце Силуане во время своего подвига который он нес в монастыре святого великомученика Пантелеимона на святой горе Афон вспоминает о том что какое-то время за свою такую чистоту его души и покаяние которое он постоянно нес каждую ночь его келью озарял фаворский свет и когда однажды к нему постучался его сосед инок и задал вопрос о природе этого фаворского света то старец не знал что ему ответить чтобы не выдать себя и так сказать не сделать каким-то таким предметом тщеславного обсуждения то таинство которое он созерцает в своей келье в течение уже не одного года но не только надо сказать вот такие вот монахи сподоблялись видения фаворского света будущий старец Никон Воробьев писал и вспоминал о том что он был обращен к христианству именно видением вот этого света о котором он говорил что такой свет увидишь обо всем забудешь владыка Вениамин Мелов преподаватель московских духовных школ и епископ Саратовский скончавшийся в 1955 году по всей вероятности такой мученической кончиной будучи как предполагают отравлен писал о том что в его детстве в юности он часто посещал одну обитель в которой был простой послушник этот послушник приходя причащаться святых христовых тайн каждый раз после того как принимал святое причастие всем было видно как от его лица начинает исходить вот этот самый свет причем это было настолько уже привычным делом это сопровождало каждое его причастие что никто даже практически не обращал на это внимания хотя это конечно было чем-то удивительным поразительным но какое же смирение было у самого этого послушника которого Господь так прославлял он продолжал сохранять в себе вот то чувство глубокого смирения покаяния которое является залогом подобного духовного преуспеяния очень интересно приоткрыл свой опыт познания нетварного фаворского света преподобный старец нектарий оптинский однажды ему принесли в келью икону которая видимо в такой живописной манере изображала события преображения на горе фавор и вот там были изображены такие темные кроны деревьев а среди них спаситель окруженный светом с двумя предстоящими фигурами или и моисея и тремя лежащими перед ним апостолами а вне этого круга света деревья отбрасывали густые густые тени и вот старец нектарий когда увидел эту икону сказал что эта икона изображена совершенно неправильно изображает события преображения он сказал что когда приходит фаворский свет то нет никакой тьмы даже каждая щелка вот в этом столе сказал он показывая на стоящий перед ним стол будет излучать сияние но более тихое приглушенное чем все остальное естественно сказать такое можно было только из глубокого личного опыта поэтому вот этот опыт фаворского света опыт живого прикосновения к преображению он сохраняется церковью на протяжении веков составляет одно из важнейших ее глубочайших живых и по сей день существующих тайн таинств которые обязательно должны сопровождать собою жизнь каждого православного христианина человек должен чувствовать должен переживать в своей душе этот фаворский свет может быть не видя такого зримого очами сияния но как состояние духа состояние души вот ту просвещенность божественным светом которая не должна покидать его отгоняемой тьмой грехов и страстей и должна постоянно возвращаться в душу покаянием и причастностью к святым христовым тайнам поэтому празднование преображения вынесено вот в нашем церковном сознании в какое-то совершенно такое особенное событие воспоминанием о нем в дни великого поста приготовляющая нас к страстной седнице является вторая неделя великого поста буквально в самом начале уже совершения нашего постного подвига мы вспоминаем этот фаворский свет когда вновь и вновь становимся на защиту учения святителя Григория Паламы и других отцов иссихастов о нетварной природе этого божественного фаворского света почему это так важно потому что это не прерогатива одних только кабинетных ученых или каких-то далеких своем подвиге от земли монахов этот свет должен быть достоянием каждого православного христианина в той доступной для него мере которую может вместить его душа и вообще вот в этом существовании совместном фаворы и голгоф открывается один из главных законов духовной жизни о котором учат и говорят святые отцы дело в том что человек без вот этого фаворского опыта никоим образом не может вынести той тяжести скорбей и страданий голгофы которые каждому из нас в нашей жизни так или иначе предстоит поэтому без этого внутреннего преображения без этого сияния благодати человек не способен выйти ни на какой духовный подвиг и святые отцы отмечают такую закономерность чем больше может сердце человеческое вместить скорбей тем больше сможет вместить и благодати и тем чем большим и значимым будет полученный человеком благодатный опыт тем более тяжкие скорби в своей жизни он сможет перенести и вот это такой закон духовного возрастания человека сердце человеческое постоянно то расширяется скорбями которые выпускает ему господь ни с чем иным как для того чтобы это сердце могло вместить более благодати и сама эта благодать которую человек получает свое расширенное расширившееся скорбями сердце становится очередной ступенью для того чтобы взойти на новую степень перенесения скорбей ради имени Христова которая неизбежна в том мире в котором мы совершаем наше земное странство неземное путешествие поэтому вот в этом чередовании в нашей жизни фаворы и голгофы состоит одна из важнейших взгодомерностей духовной жизни о которой должны мы непременно помнить и вспоминать и поэтому вот у нас в богосужебном году содержится как бы два вот таких вот полюса с одной стороны это вторая неделя великого поста и затем страстная седмица а на другой так сказать на другом полюсе богосужебного года это празднование преображения господне и следующее за ним через буквально 40 дней празднование в честь воздвижения креста Христова когда мы опять вспоминаем страдания Христова опять вспоминаем его крест и опять как бы возвращаемся умом и сердцем к прославлению вот этих спасительных Христовых страданий и скорбей провоживших нам как его последователем и также крестоносителем путь вечную жизнь и так вот таким вкратце может быть богословское что ли содержание этого великого праздника ну а уже каких-то таких вот особенностях связанных с его совершением и с почитанием горы Фавор мы с вами побеседуем в следующей нашей лекции в следующей нашей беседе внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео субтитры в следующей субтитры